я вам еще раз поясняю я туда звоню и они либо слушают да то есть как молчанку играет ничего не говорят и тут же трубку бросает как 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 мне взаимодействовать с такими людьми никто ничего комментировать не хочет просто трубку бросает это в лучшем случае еще издевается берут кнопочки нажимают или факс включают или вообще телефон недоступен вне зоны действия находится антони калач булгаков я в письменном виде подавал через канцелярию и в электронном виде меня получается и вживую не ознакомливают и в электронном виде не дают доступ но вот уже 17 17 дней 19 дней прошло 19 дней прошло и до сих пор я не могу знакомиться с материалами дела не в живую не в электронном виде бывает я к ним приходил 3 декабря и 9 декабря 3 декабря нас выше первого этажа судебные приставы не пустили не объясняя причин приемная шерстобитого находится на четвертом этаже председателю суда на пятом этаже тоже не пустили то есть дальше первого этажа не пускали а когда мы пришли 9 числа ознакомиться с материалами дела после того как я сделал более 40 звонков то есть не назначили встречу и сказали можете прийти 107 кабинета знакомиться с материалами дела мы пришли пять человек нас было я и четыре женщины мы попытались зайти в кабинет нам преградили путь судебные приставы начали применять физическую силу к женщинам из к начальнице отдела екатерина владимировна заявила что ознакомиться с материалом дела я могу только в присутствии судебных приставов и только один то есть они хотели мне устроить провокацию закрыть кабинете но я посмотрел на все это дело что не применяют физическую силу к женщинам что они со мной сделать в этом кабинете не не известно потому что у меня есть информация что мне собирались устроить провокацию по статье 318 уголовного кодекса российской федерации это применение физической силы к представителям власти поэтому я не стал рисковать и екатерина владимировна ясно под аудиозапись заявила что она отказывает мне в ознакомлении с материалами дела я решил через газ правосудия ознакомиться шерстобитов сегодня мне ответил что доступ предоставлен по факту доступа нет в электронном виде такое такое заявление было написано 7 дней назад я уже получил на него ответ понимаете что доступ предоставлено по факту его нету я звонил техническую службу поддержки они говорят что проблем никаких нету и это надо звонить это суде шерстобитова мне даже скриншот предоставили судья шерстобитов к своему ответу приложил скриншот там из какой-то системы там прямо написано что доступ открыт а по факту доступа нету я захожу на газ правосудия меня нету доступа ни к одному делу вас кто занимается этими вопросами организационными дайте пожалуйста это отдел статистики и правовой информатизации да хорошо попробуем ему позвонить благодарство так чё там комментарии есть печи такая же херня как и в россии возможно я еще не пробовал вся их работа заключается игра футбол и мы плохо играем счет не в нашу пользу не согласен на результат есть и он налицо поэтому нам готовят ребята прекращайте вот такие слова писать папа полное и мы их содержим но он так зависла я не знаю как вам помочь ха 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 так берешь и помогаешь так антон не между собой то никак не взаимодействует а выходить чтобы взаимодействовали с вами обязаны давали клятву вступали в должность подписывали трудовые договора взяли на себя обязательства получают деньги из нашего из наших налогов должностные лица наши должники по сути вот и требую вернуть долг так вопросы странные задает ну что поделать так самое страшное что такое беспредел и круговая порука по всей стране ворон ворону глаз не выклюет ну ребята система состоит из людей каждый у каждого человека есть свобода воли каждый выбирает свой путь сам и вы говорите что нужно быть аккуратнее выражениях да здесь руки уже чешутся да поаккуратнее это единственный выход культурное вежливое поведение только так можно добиться успех так нужно долго всем честным объяснять а потом предупреждать и способствовать предупредить об ответственности статья 64 собирать всех кто близко спасибо но это уже делали но это не спасает а что мешает по 64 статье самим приговоры проводить в исполнении есть все полномочия для этого ну вольному воли так матрица это не свобода то комментарий прочитал звоним начальнику отдела статистики 690 так уже четыре часа пытаясь решить проблему доступа по грежнему нет хотя есть ответ шерстобитого что доступ предоставлен так начальник у нас не отвечает звоним заму добрый день в эльдар эльдар подскажите пожалуйста пытаясь дозвониться до начальника он на месте нет а вы мне можете помочь подскажите пожалуйста вот у меня проблема возникла с ургутским городским судом я писал обращение через газ правосудия с требованием предоставить доступ к материалам дела в электронном виде через газ правосудия примерно два часа назад и я получил ответа от судей шерстобитого что доступ предоставлен а по факту доступа нет как мне быть я обзвонил все телефоны сургутском городском суде мне постоянно препятствует ну избегает общение трубку бросают не берут трубку отключают телефон и у меня написано что у вас нет доступа ни к одному делу нет а дело в том что это впервые я обратился к в таком виде что-то вас плохо слышно можете погромче да мне не просто сказали мне предоставили официальный ответ через газ правосудия то есть это документ подписанный судей шерстобитовым и даже скриншот при прикрепили что доступ открыт так сейчас подождите я попробую тоже войти интересно может система не работает вроде бы все работает так дела видно все видно что вы видите да я в кабинет захожу у меня история обращения доступна видно все мои обращения ответы на них но вот когда я захожу в раздел дела мне пишет что у вас нет доступа ни к одному делу я уже по всякому пытался и уид подставляете номер дела указывать и фамилию шерстобитов нету ничего давайте так попробуем я сейчас наша система вам попробую предоставить но хотя и вы будете ли у нас тут плохо слышно сейчас секунду антон Николаевич булгак ну я понимаю но я пытаюсь к ним позвонить они постоянно бросают трубку но вы же на надзорный орган над сургутским судом ну а как как мне быть то как доступ получить меня меня не посылают вы просто оказываются общаться ну если у нас сургутский суд посылает суд хамау но это ну вы же получается на уровень выше на уровень выше вы же получается ну я не знаю ну подскажите как мне быть вот как мы с председателем да я все обзвонил я же вам говорю и меня не соединяет с председателем суда хотя писал заявление с требованием 3 декабря организовать встречу и до сих пор она не рассмотрена к сожалению я вам ничего не помогу так дело в том что я такую жалобу написал и отправил 13 декабря ну не знаю четыре дня прошло пока ответа нет у меня понимаете у меня сроки горят до 28 числа нужно я вам благодарствую но у меня вопрос следующий характер а можно как-то с председателем суда в их мало переговорить почему ну почему это прямая его обязанность следить а у вас же бы вы бывает планерки на вы можете сообщить председателю суда данной ситуации а он где в отпуске он завтра будет мне не факт что я дозвонюсь до него завтра у меня просьба передать ему данный проблем благодарствую и вопрос еще а вы можете сами позвонить председателю суда вот сейчас как-то по содействию ну все равно я вам благодарствую вы единственный человек который откликнулся на данную проблему и попытались как-то решить я вам очень благодарствую всего хорошего до свидания ну вот единственный человек который откликнулся на проблему все работает это просто получается они я так предполагаю галочку поставили и тут же убрали что доступ открыт вот в принципе что сейчас эдуард и сделал нету доступа так айтишникам звонит дозвонил никто трубку не берет интересно они смотрят эфир вот мне тоже интересно они наверное там это сейчас перерыв везде объявили все подключали телефон и сидят в одном кабинете наверное смотрят эфир или на телефонах смотрят отлучался снилс не помог а снилс я ему сообщил то есть доступ предоставляется если там галочку нажать где-то у них системе получается сургутском городском суде нажали галочку сняли скриншот что доступ предоставлен и тут же его закрыли я так предполагаю так все просто все просто председатель дал указание техотделу атишникам не давать доступ а перед этим дали и сделали скрин и снова отключили начальнику сайта отдела звони начальнику эти отдела звони ага ну я вот так вот так же думаю да мысли сходятся пробуем еще раз звонить айтишнику где у нас там айтишник консультант 3 единицы вот звоню сейчас консультанту позвоню а потом начальник алё алё возьмите трубку не хотят трубку брать здравствуйте мне нужна людмила борисовна антон николаевич булгаков беспокоит подскажите пожалуйста у меня проблема возникла с доступом к материалу дела как-то можете помочь у меня проблема возникла с доступом к материалам дела через газ правосудия как-то можете помочь дело в том что семь дней назад я написал обращение с требованием предоставить доступ к материалам дела через газ правосудия такой доступ мне предоставили два часа назад я получил ответ от судьи что доступ предоставлены даже приложили скриншот что там ну написано доступ предоставлен а по факту тут по факту доступа нет до 2 а 94 76 хорошо добро жду так какой-то прогресс наклевывается доступа по-прежнему нет 6 битов как всегда в своем жанре так ну попробуем 172 сейчас будет молчанка канат аскерович алле канат аскерович вы меня слышите поговорить пожалуйста со мной вы дар речи потеряли канат аскерович доступа к делу до сих пор нет вы там галочку поставьте пожалуйста обратно чтобы доступ предоставили вы меня слышите вы меня слышите канат аскерович канат аскерович вы якобы трубку брали вы якобы трубку брали но как я предполагаю вы потом возможно будете ссылаться на то что у вас ну вы меня просто не слышали да а вот вот это уже по честному трубку брось да я технику звонил уже техник трубку не берет а начальник сказал что разберется ждем 10 минут ну давайте перерыв устроим мои деньги тоже кто их содержит за мой счет все правильно говорите они должностные лица они по сути должники потому что они берут деньги из бюджета куда мы платим из наших налогов то есть они деньги берут за эти деньги они взяли сами на себя обязательство исполнять должностные инструкции свой долг а они по факту свой долг не хотят отдавать за те деньги которые взяли зарплату они получают регулярно врубай рекламу сейчас включу какую-нибудь так реклама у нас закончилась рекламная пауза так называемая звоним куда мы там звонили начальнику отдела Людмила Борисовна 199 Людмила Борисовна Антон Николаевич так я посмотрела доступ вам дан если вы не видите то я не знаю это может быть какой-то технический сбой у вас или что но у нас по программе проходит что вам дан доступ открыт и вы можете видеть это дело по факту нету доступа дело в том что я звонил в суд хмао и мне там в качестве теста предоставили доступ к одному из дел и я тут же его увидел и мне тут же его закрыли на то есть техническая возможность есть все это работает у вас получается система это не работает то есть вы предоставили доступа доступа по факту нет а куда вы в ханты звонили кому эдуарду ну если вы звонили туда вы может назовете номер этого дела и тоже тогда его увидите если может быть там у них другие технические возможности ну я предполагаю что они имеют право предоставлять доступ только к тем делам которые находятся во второй инстанции у меня же дело находится в первой инстанции то есть относится к вам да 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 то есть у не у них есть возможность но мне препятствует я 3 декабря писал обращение а вот а вот а вот вы дослушайте пожалуйста не перебивая я вам все поясню вот я 3 декабря писала обращение с требованием ознакомиться с материалами дела меня вживую вот и только 9 декабря мне пришлось сделать там более 40 звонков мне предоставили возможность ознакомиться но предоставили странным образом то есть мы пригласили в кабинет 107 на первом этаже и при этом вместе со мной в кабинет пытались зайти судебные приставы точнее не заходили и я так понял меня хотели оставить пускали только меня мы моих доверить доверенных лиц не пускали то есть я посмотрел какая судебные приставы применяют физическую силу к женщинам я пришел к выводу что мне опасно с ними оставаться один на один что они но я предполагаю не могут устроить провокацию подраться между собой а потом сказать что что это я их побил а это уголовная статья 318 у к рф такие сведения у меня есть у меня все есть все основания полагать что именно так они и планировали сделать поэтому я потребовал ознакомить меня в присутствии моих доверенных ну то есть хотя бы там я не знаю вынести в коридор или там хотя бы чтобы дверь была открыта чтобы видели что я никаких противоправных действий не совершаю то есть обезопасить себя в случае чего чтобы два свидетеля видели что я никогда не сопротивлялся не матерился не грубил не хамил и никому физическую силу не применял одна камнию в ознакомление в таком режиме в открытом отказали то есть я не просил чтобы доступ к делу получили сторонние лица я просил чтобы они наблюдали за мной и видели что я никаких противоправных действий не совершаю Однако Екатерина Владимировна, начальник отдела судопроизводства, отказала мне под аудиозапись в ознакомлении с материалами дела. Заявила, что только в присутствии судебных приставов, только я один и только по письменному заявлению. Я такое заявление написал, но в доступе мне было отказано. И дальше первого этажа нас не пускают судебные приставы по непонятной причине, а приемные, насколько вы знаете, судьи Шестобитова находятся на четвертом этаже. Поэтому я был вынужден 10 декабря подать обращение о предоставлении доступа в электронном виде через ГАЗ-Правосудие. До сих пор доступ не предоставлен, хотя более 7 дней прошло. Алло. Ну я вас слушаю. Вы же сказали вас выслушать. Это все? Вот, да, все. Да. Ну все, я вас выслушала. Ну я не знаю, у нас по программе все показано, что доступ открыт. Какая техническая проблема, я пока не могу сказать. И специалиста, который нас этим занимает, может заниматься. На сегодняшний день его нет. Человек прооперировал, лежит в больнице. Вы имеете в виду консультанта на номере 111? Да, да, да. А, я до него дозвониться не могу. Да, я имею в виду консультантов. Ну единственное, что я вам могу предложить, это спокойно сюда прийти, если вы писали заявление. Да я с удовольствием готов прийти спокойно в присутствии двух очевидцев. А вот без вот этих двух вы можете прийти просто ознакомиться? Я вам еще раз говорю, я опасаюсь, потому что 28 ноября, когда было судебное заседание, судебные приставы скидывали женщин со скамеек. Трех женщин, подошел судебный пристав сзади, поднял скамейку вместе с тремя женщинами. А вы один-то не ходите, я так понимаю, вы ходите из компании? Ну я опасаюсь после таких действий, понимаете? Агрессивное поведение судебных приставов вызывает у меня ощущение опасности и угрозы для своей жизни, свободы и здоровья. Поэтому я вынужден сходить с двумя, как минимум, очевидцами, чтобы они могли потом подтвердить, что я никаких противоправных действий не совершал. Я надеюсь, если вы разумный человек, действительно вы их не будете совершать? Дело в том, что я не просто разумный человек, я еще и являюсь инспектором общественного движения по борьбе с коррупцией, по реализации программы президента РФ. И я также являюсь журналистом, заместителем главного редактора СМИ Камчатский регион. И у меня более 200 видео в интернете выложено, это именно видеопоходы в разные организации. И там прекрасно видно, что я ни разу не матерился, не грубил, не хамил и никого пальцем не тронул. Какой вы ответ сейчас хотите от меня еще получить? Когда будет передоставлен доступ к материалам дела в электронном виде? Ну вот доступ вам предоставлен по всем нашим показателям. Ну девушка, я... Технические проблемы я пока не знаю. Ну а вы можете выяснить? Не могу выяснить, потому что у нас по нашим этим идет, что доступ вам открыт. Какие технические проблемы? Единственное, что я могу связаться со специалистом, который может работать удаленно, но это вам тогда нужно будет позвонить уже где-нибудь в районе 3 часов, не раньше. Будьте добры, свяжитесь, пожалуйста. Хорошо, я поняла. А вы можете записать мой телефон и связаться со мной, как только будет решена проблема? Сейчас, секундочку. Говорите. 6, 6, 7, 7, 4, 4. Антон Николаевич? Да, совершенно верно. 6, 6, 6, 7? Не, 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 не. 6, 6, 7, 7, 4, 4. А, 7, 7. Угу, все, поняла. 2 шестерки, 2 семерки, 2 четверки. Да, да, да. Все, хорошо, перезвоню. Благодарствую. Так, какой-то прогресс. Такой рекламы нам не надо, нужен прорыв. Так, мафия своих просто так не отпускает, слишком много знают. А если отпускают, то только к червям. Это про что? Так, вывод один. Они вас боятся. А это значит, что правда на вашей стороне. Ну, вы сами все видите. Факты, вот, все на видео, все на аудио. Говорят, что доступ есть, по факту доступа нет. Никакой технической проблемы я не вижу, потому что суд ХМАО подтвердил это. Они мне предоставили доступ тестовый к какому-то делу. Делается это мгновенно. Для этого не нужно там 10-20 минут. Это одну кнопочку нажал, и все, и доступ есть. На данный момент доступа нет. Два часа назад тоже был прогресс. Да, и сейчас я считаю, что есть прогресс. Ребят, пять часов назад у меня не было ни ответа официального. Да, вот этого ответа не было. У меня не было скриншота. У меня не было информации о том, что доступ предоставляется мгновенно. Теперь эту информацию у меня есть. Это прогресс. А что там творится в сургутском городском суде? Это тоже, я считаю, прогресс. Ну, давайте попробуем позвонить Екатерине Владимировне, которая у нас любит кнопочки нажимать, чтобы заглушить разговор. А, у них обед уже, как две минуты. Так, ну что, народ? Екатерина Андреевна, кнопочка. Это про кого? Так, я имела в виду вашу деятельность, а не боятся. Так, извините меня, моя деятельность, она чисто в рамках закона. Я ничего не нарушаю. Я имею право полное защищаться всеми способами, разрешенными, незапрещенными законом. Я ни одного закона не нарушил. Я занимаюсь вот чистой самозащитой. Мне не дают обжаловать решение суда должным образом. Не предоставляют доступ к материалам дела. Как мне обжаловать дело, если они, не знаю, что там, какие ходатайства не приобщили, какие нет. У меня предположение, что они вообще ни одного ходатайства не приложили. Аудиопротокол могли изменить, письменный протокол могли изменить. То есть, мне ни аудиопротокол не дают, ни письменный протокол. Единственный документ, который у меня есть на руках, это решение суда. Которая на раз, два, три, четыре, пять или семь страниц. И там сказано, что я вообще якобы в деле не участвовал. Да, Шерстобитов так и написал. Административный ответчик в рассмотрении дела не участвовал. Хотя есть два видео, на которых видно, что я там был. И даже ходатайство заявлял. И даже там Шерстобитов личность мою пытался удостоверить по копии паспорта. То есть, у меня даже документы ни одного не спросил ни разу. В фильме «Дурак» все показано и рассказано. Как между собой человек устраивает структуру города. Да, видел этот фильм. Так, есть хорошее средство, чтобы добраться до четвертого этажа. И сначала весточку послать. Что за средство? Огласите, пожалуйста. Антон, сейчас обеденное время у них. Да, обеденное время. Так, я предлагаю эфир закончить. После обеда продолжим. Следите за новостями. Доступа по-прежнему нет. Всем благодарствую. Увидимся через час. Эфир заканчиваю. Какие результаты? С 8.30 до часу дня я звонил по 7 телефонов Сургутского городского суда, ККС ХМАО, Верховный суд РФ, Техподдержка, Газправосудие, Суд ХМАО, ну и в остальные инстанции, я уже не помню точно какие. Какая информация поступила? Оказывается, что за 13 лет существования системы Газправосудия, Сургутский городской суд ни разу не размещал информацию, ни разу не сканировал ни одного материала дела и ни разу не размещал эту информацию. Эту информацию нам подтвердили в приемной, не помню какого, судьи, Сургутского городского суда. Также удалось добиться вот такого ответа, который видите на экране, о том, что доступ мне якобы предоставлен через Газправосудие. Они это называют электронные правосудия. Так, якобы предоставлен, но при этом даже скриншот прислали, что доступ предоставлен, а по факту доступа нет. О, произошла ошибка, интересно, секунду, залогинимся, так, дела, нету доступа. Через провайдеры порты обмена протоколами блокируют походу. Не, не факт. Ничего не блокирует, потому что Эдуард из Хантамасийского суда предоставил мне доступ к какому-то делу, тестово, буквально на пару секунд. И, как мы все выяснили, это делается буквально за пару секунд, доступ предоставляется. Мы пришли к выводу, что Сургутский городской суд предоставил доступ, сделал скриншот, что доступ якобы есть, и тут же этот доступ убрали. На данный момент доступа нет, мне недоступно ни одно дело. Так, народ, напоминаю, если кто-то хочет поддержать нас, то реквизиты в описании под видео. Ну, давайте попробуем позвонить Людмиле Борисовне, она вроде обещала разобраться, в чем дело, почему доступа нет. 778-199. Людмила Борисовна? Да. Антон Николаевич, что-то решила с моим вопросом? Нет, я же вам сказала, в районе трех часов. Я же вам говорила до обеда, что он где-то только в районе трех часов, потому что с тем, с кем я могу созвониться, его еще нет на рабочем месте, чтобы он зашел в нашу базу. А вы как-то можете через свою программу зайти посмотреть, мне доступ вообще предоставлено? Я зашла, посмотрела, у меня написано, доступ открыт. А вы можете... Вы как набираете? Свой или чужой? Что? Вы СНИЛС, когда заходите, в какой набираете, свой или чужой? Конечно, свой. Свой, да? Ну, вот просто была еще одна версия, что, может быть, там где-то цифра неправильная. Ну, извините меня, я штук 40, наверное, обращений подавал. Ну, я знаю, все, мы тут у себя тоже проверили, что вам доступ дал дан по вашему СНИЛСу, что мы цифры никакие ничего не перепутали. Потому что я с ним до обеда разговаривал, он говорит, посмотрите, может быть, там буквально одна цифра и все, и доступа по этому нету. Мы тоже у себя все проверили. Людмила Борисовна, а вы можете, пожалуйста, сделать скриншот и выслать мне, что доступ открыт? Да, можем. Вышлите мне, пожалуйста. На ваш телефон? Или куда выслать? Вам найти вашу электронную почту, вот, которую вы этот... Да, 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 электронная почта указана везде, во всех обращениях. Которая указана? Да. Ну, хорошо. Ну, ждите звоночка после трех часов где-то только. Добро, благодарствую, жду. Звучит. Ну вот, пошло нормальное общение человеческое. А вы говорите, результатов нет. Так, а что там у нас происходит? Приемная черстобитова. Появился Дарвич или нет? Нет, не хотят брать трубку. Так, айтишникам звонить бесполезно. Так, Людмила Борисовна позже перезвонит. Екатерине Владимировне позвоним. 130. Как там у нас кнопочки? Вы слышите, да? Бульканье какое-то. Алло. Алло. Какую-то глушилку включили. Еще раз пробуем. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Да, я вас слушаю. Екатерина Владимировна, подскажите, пожалуйста, как мне ознакомиться с материалами дела так, чтобы для меня это было безопасно в присутствии двух доверенных лиц? У вас заявление было написано на ознакомление с материалами дела? Да. Вам возможность ознакомления была предоставлена? Ну, не... Казалось, был составлен акт. В опасных условиях. И с актом меня не ознакомили. Нет, здесь у нас безопасные условия. Вы так полагаете? У нас занятие суда, вообще-то. Ну, а то, что у вас женщин со скамейки скидывают и применяют какими-то физическую силу, вас это не волнует? Мы не знакомы с такими случаями. Ну, данные случаи зафиксированы. Есть более 20 очевидцев, которые все это видели. У вас сейчас вопрос на ознакомление с материалами дела. Да. Я ответила на ваш вопрос. Ну, мы как-то можем прийти к общему соглашению и как-то обезопасить мое присутствие. Я просто, понимаете, я не хочу, чтобы с вашей стороны были какие-то провокации, что якобы я могу совершить какие-то противоправные действия. Я могу зайти в кабинет, но так, чтобы два человека доверенных моих стояли в сторонке далеко от материалов дела и просто видели, как я с ними знакомлюсь, что я не совершаю никаких противоправных действий. Мы это можем организовать? У вас заявление было написано. Вам была предоставлена возможность ознакомления. Вы отказались. Был составлен акт. Сейчас дело находится на подготовке для отправления в суд ХМАУ Югры. Ну, то есть доступ к делу, по вашему мнению, предоставляется однократно, да? Ну, я ответила на ваш вопрос. У вас было заявление. Вам было предоставлено возможность. Нет, вы не ответили. Возможность не была предоставлена. Она была вам предоставлена. Хорошо, следующую возможность можете предоставить? У нас дело готовится для отправки в суд ХМАУ Югры. Ну, опять готовится. Ну, что такое? Оно у вас что? Оно у вас... Будет направлено. Оно у вас в кастрюле там поперчить, посолить надо. Это что, дело каша или что это? Что значит готовиться? Я на любой стадии имею право ознакомиться, согласно закону. Вам была предоставлена эта возможность. Ну, была, и что? Вы от нее отказались. Станин акт. Это неправда. Я хочу еще раз ознакомиться. Дело сейчас находится на подготовке в суд ХМАУ Югры. Ну, то есть я не могу, да, ознакомиться? Можете там ознакомиться. Приедете там ознакомиться. Где? Где я находится? В ХМАУ Югры? Да. Окружной суд. Вы туда уже направили? Еще не направлено. Оно еще раз говорю вам. Готовится для отправки. Готовится? Ну, то есть я могу прийти и ознакомиться с ним, правильно? Нет, не можете. Почему? Оно сейчас находится на оформлении, на подшивке. Все подшивается, все проверяется, опись, все отделок. То есть оно еще не прошито, да? Оно все готово. Прошивается правильность дела для оформления в суд ХМАУ Югры. Вы же только что сказали, что оно прошивается. Сопроводительные письма о направлении дела в суд ХМАУ Югры. Подшивается, да? Дополняется? Подшивается в дело и отправляются. Сопроводительного письма. Вот теперь более точная информация. Так, и что? И получается, вы мне повторно отказываете в ознакомлении с материалами дела? Вам не отказывали, я вам еще раз говорю. Нет, ну на данном этапе, вот в данный момент вы мне отказываете в ознакомлении? Дело сейчас находится на оформлении. Ничто, мне закон запрещает ознакомиться с материалами дела. Алло, алло, ну Екатерина Владимировна, ну хватит кнопочки нажимать. Екатерина Владимировна, да что такое? Еще раз звоним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok